Здравствуйте, меня зовут Игорь Жуковский. Меня зовут Ян. И сегодня мы вдвоем отправляемся в Ташкент, в единственный город в мире, где была улица Грампластинок. Отправляемся мы на дидельный тур, а именно на поиск редких советских пластинок из 70-х годов. Потому что именно на Ташкентском заводе выходили самые маленькие тиражи, самых диких пластов. С нами должны были поехать еще и наши друзья. Хотелось бы, чтобы они поехали с нами. Это Вася Баджиев и Андрей Джандиев. Но, к сожалению, мы поехали только вдвоем. Ну что, ребята, нам больше достанется. Вот, собственно, надеемся привезти оттуда что-то редкое, может быть, даже что-то неизвестное. Ну и пожелайте нам успешного дидинга. Да, ребята, вперед! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, я вот вам по объявлению звонил про грамм пластинки, вы размещали. А вы продаете еще? А, отлично! Спасибо большое! До свидания! Да, скоро подъедем! А вот и здесь! До свидания! А, это рядом что-то? Давай же здесь, говорю, спросите, эти тяжкие, нет? Ха-ха, прикинь, как да? Да, вот она здесь, через квартал. Круто! Отлично! Ну все, она говорит, пластинки на месте, подходите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно, первый, наиболее успешный диппинг состоялся. Вот все, что мы перерыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, сегодня мы идем в библиотеку на ВАИ. Вот она. По телефону нам сказали, что там целый архив. Разбирайтесь сами. Посмотрим, как получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Только что вышли из Национальной библиотеки Республики Узбекистан, где нас приняли за сотрудников Московских Центральных библиотек. Да, причем пустили везде абсолютно посмотреть. Нашли мы кучи там интересных каких-то пластинок, ничего не взяли, потому что достояние Республики, да и плюс просто тут контроль жестче, чем в любом аэропорту я такого никогда не видел. Вот, ну вообще впечатление, конечно, бьют ключом. Очень было интересное приключение. Ну, вы все сами увидели, я думаю. Мы подготовили вот такие объявления, которые будем клеить на столбы, чтобы бабушки и владельцы винилых пластинок звонили нам. Вот, надеюсь, это поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова О Сейчас мы находимся в магазине, в котором на пластинке ставят торты, и мы пойдемте немножко кладем. Сегодня мы едем в город Самарканд. На автобусе, надеемся подвигать и посмотреть, естественно, в городе один из красивейших городов Акистана. Да, у нас там большие планы, надеюсь все успеете. Хотя время всего 4-5 часов. Сейчас времени 6 утра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только что вышли из одной из самаркандских библиотек. Собственно, все прошло достаточно успешно. Нам подарили все те пластинки, которые мы выбрали. Потому что мы объяснили, что мы интересуемся музыкой, слушаем их. А там они, собственно, стоят и пылятся. Среди них есть какие-то пластинки, которые мы не знали, пока мы их не послушали. А есть также пластинки, которые мы знали, но, собственно, их искали. Успех! 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 Сегодня последний день нашего дивентура. И мы находимся на территории бывшего ташкентского завода грамопластинок. Идем к директору. Может он нам что-то подскажет, покажет что-нибудь найдешь. Этот завод здесь переехал во время войны. И мы сюда перевезли из Нагинска в 1941 году. Люди вот здесь построили этот завод. И 1 августа 1945 года вышла первая грамопластинка. И этот завод существовал... Таких заводов всего четыре. Ну да, это мы знаем, да. И этот завод существовал... Ну, пластинку в 1994, но он еще... Это самое, дальше цеха оставались, а то пластинки уже не делали. И пластинки перестали делать не потому, что она не востребована, не поэтому. Пластинки перестали делать потому, что то сырье, из чего делали пластинку, это сырье военных заводов России. Это Сервитамаг, здесь Жинск, Курск, вот это все. Ну, потому что сырье только оттуда получали. Вот этот завод конкретно обслуживал всю Среднюю Азию, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Вот это все регионы вот этого завода, грамопластины были нашего, вот Ташкентского. И, значит, завод работал именно по заказам. Вот эти заказы проходили через Москву, потому что оригиналы записей проходили с Москвы, естественно. Это самое. А здесь только у нас своя, ну, все свои цеха, допустим, были, здесь как фирма такая вот маленькая. Здесь своя гальваника, свой ремонтный инструментальный цех, своя заправка, все свое. Гальваника множила, из оригиналов делала матрицы, а матрицы уже, естественно, печатали. Понятно, и все, все исчезло, ничего этого, никаких остатков. Мы давно уже не государственное предприятие, у нас давно... Это понятно. Здесь ничего. Здесь понятно. Ясно. То есть, ну, нереально, да, никакие нет? Нет, 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 нет. Ничего. Даже в свое время, когда завод работал, здесь никакой фонотеки не было, чтобы что-то собирали. Вы, естественно, да. Мы сдавали все в цвет метр. Здесь все оригиналы, которые с записями, вот, оригиналы как матрицы не брали, все сдавали в цвет метр, потому что это был некий. Вот мы и в аэропорту Ташкента, наконец-то, прошли 153 контроля. Выяснилось, что наши пластинки не антикварные, и мы не антикварные, и мы можем пройти. Вот, собственно, подошел наш тур к концу, я считаю, достаточно успешно. Да, результатом стали вот такие два пакета. Да, у каждого по такому здоровому пакету есть что-то, собственно, новое для нас, есть что-то старое на то, что мы искали, есть просто интересные пластинки. Ну вот. Мы довольны. Да, очень понравилось, очень хорошие люди, хороший город. Собственно, куча впечатлений. Спасибо, Ташкент. До свидания. Пока. Пока.